привет всем очередная история из моей жизни однажды я оказался на концерте remember shakti группы remember shakti в которой играл и собственно говоря и организовал ее джон маклафлин один из величайших гитаристов нашего с вами мира я очень люблю музыку джона маклафлина но remember shakti у меня вызывали такое двойственное ощущение потому что это уж совсем индийская музыка но судя по пластинкам которые я слышу но я пошел на концерт чтобы посмотреть на маклафлина и от чудо я услышал там всю музыку мира что я имею ввиду музыканты определенного уровня настолько выходят за рамки привычного музицирования как видите его то я выражаю что играют музыку вообще то есть музыку как таковую не деляя ее на стиле на какие-то течения и прочее 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 то есть проще говоря я услышал все то что играли например музыканты группы black sabbath что играли музыканты группы pink floyd что играли музыканты специализирующиеся на старинной европейской музыки на индийской музыки на американской музыки все это было сыграно это был другой уровень сознания другой уровень звука другой уровень подхода к музыке в том сквале звуков которые неслись со сцены было все как я уже говорил был и pink floyd было black sabbath была европа была азия была африка была латинская америка чего там только не было при этом на сцене сидели трое не побоюсь этого слова индусов на ковриках с национальными инструментами с кучей перкуссии разный от вот такой огромной до маленьких бонгов конгов табло и и и прочих разнообразных бубнов и сидел джон маклафрен с электрической гитарой и все это вот таким составом они выдали и тихо и громко и нежно и агрессивно и по всякому и определить стиль этой музыки было просто невозможно поскольку в ней было вообще все вообще все это было потрясающе к чему я это говорю а к тому что однажды я написал своему другу саши ляпину фейсбуке за сашка что-то мы говорили о быте о том скучно ли нам не скучно ли нам что мы поделаем я ему написал саша у меня дома 49 пластинок маялса девица поэтому мне вообще никогда не бывает скучно поскольку маялс девица именно такого же уровня музыканта может быть даже и выше наверное выше чем джон маклафлин хотя сравнивать это глупо кто выше кто лучше кто хуже это невозможно они играют разную музыку играли играют джон маклафлин играет и говорить какая музыка лучше какая музыка сильнее мощнее это из разряда безумия потому что это просто музыка она разная так вот вот этот господин майлс дэвис он как раз из разряда тех музыкантов которые играют всю музыку мира одновременно чтобы он не играл он играет музыку высшего уровня может быть не самого высшего может быть есть еще уровне повыше но по крайней мере эта ступенька вверх по сравнению с той поп музыка не побоюсь этого слова которую мы с вами слушаем любим коллекционируем цитируем играем сами там время от времени и прочее 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 другое дело что ранний период творчества маялс играл достаточно традиционный джаз потом стал развиваться и начал играть совершенно невероятные вещи об этой пластинке я начну с нее я как я уже говорил у меня их 49 поэтому начинать можно с любой рассказывать хотя что рассказывать надо просто слушать эту музыку и получать удовольствие пытаться ее понять если она непонятно сразу или не пытаться потому что на самом деле она понятна и как как всякая вообще музыка в мире любая музыка она понятно просто надо слушать и расслабиться не кричать что я люблю джаз поэтому хэви металл я не приемлю это ерунда это та же самая музыка просто сыгранная на других инструментах в другом состоянии сознания с другим посылом и говорящая о другом ну вот это я опять скатился на то что разные стили да одни говорят одно другие говорят другое а музыка которая на ступенечку выше она говорит сразу обо всем там не надо уже делить ничего в 1974 год пластинка мэлса дэвиса get up with it называется она пластинка двойная хотя могла бы быть и тройной в силу того что произведение здесь настолько длинные ну пластинка так записано с такими узенькими канавками что влезают все полотна на двойной диск тридцать с лишним минут длится каждая сторона в общем альбомы группы genesis тоже такие достаточно длинные и помещались на виниле тридцать с лишним минут как я уже говорил лица каждая сторона записи здесь собраны с 1970 по 1974 год вместе с продюсером майлс дэвис собрали эти записи скомпоновали и получился полноценный цельный совершенно альбом такое ощущение как будто это спит специально все сыграно для вот этой гигантской двухчасовой сюиты но тем не менее это записи разных лет с разными музыкантами номерной альбом это никакой не сборник это абсолютно полноценный диск майлса дэвиса и он удивителен ну здесь играют я быстренько перечислю кто кто здесь присутствует мальдивис естественно регги лукас м-тюн конга дэвид лейбман флейта майкл хендерсон бас естественно элл фостер ударные пит коси гитара доминик гамон гитара sony fortune саксофон пит коси гитара кит джаред клавишны айрта марейра перкуссия стив гроссман собрано саксофон билли кабам ударные джон маклафлин гитара херби хэнкок клавишны и много 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 еще людей потому что в каждой пьесе играет человек по 10 и они меняются в разные годы все записано но собственно говоря о музыке хилов хим медли первая песня которая занимает песня будем знать это песнями первая пьеса которая занимает первую сторону альбома длится более 30 минут и это для тех кто боится слушать мальса дэвиса думаю что этот джаз и дудки это дудка которая там присутствует временами труба в смысле но это чистый ambient при этом ambient такой не монотонный не на одной ноте висит там что-то космическое якобы а разбивающаяся пьеса но но вот натуральный ambient есть такая группа немецкая electric sun очень похожим местами на electric sun современная группа которая играет такую психоделическую музыку без начала без конца очень длинные пьесы гитарная группа при этом здесь тоже все начинается с гитары приходит на ум немножко приходит на ум пинг флойд сразу но на гитаре сыграно поинтереснее чем играет дэвид гилмор неожиданней разнообразней при этом мягче тоньше и глубже вот как гитара орган на котором играет майлз дэвис хотя он не обозначен в кредитах здесь как органист на этой пьесе дальше он играет на органе уже законе что называется орган гитара все в реверберации ну и потом включается и перкуссия и ударные и духовые и бас и все 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 но все это плывет медленно переливается развивается со второй части начинается уже более ритмическая такая история подключается ударная установка в полном объеме но играется все это играется очень интересно ритм секция мощнейший грув мощнейший грув при этом плавность и вот амбиентность этой штуки она не разрушается продолжается все такое же плавание через вселенную и красный универс натурально совершенно тут иначе и не скажешь так вот на этом груве казалось бы он должен греметь громыхать и выламывать сознание он очень мягко звучит ударные вообще звучат очень мягко хотя слышно что играется очень мощно все чудесно все это сделано конечно первая сторона заканчивается этим замечательным произведением малайша следующий номер первая на второй стороне пьеса такая латиноамериканская вроде бы штука но без без давления в сторону латиноамериканской музыки а с таким с привкусом этой латиноамериканской музыки дэвис опять играет на органе орган очень похоже да кстати на 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 трубе играет дэвис тоже на первые вещи как и дальше везде просто чередует орган с гитара с с трубой здесь на органе он играет напоминает иногда джо завинова аккордовые вот эти штуки и тембры но немножко все равно по-другому все равно отличается и это малайша она начинается как вот такая как я говорил такая латиноамериканская расслабляющая штучка на двух аккордах и со второй части развивается опять в невероятный какой-то уже почти free джаз почти free джаз агрессивный такой фанковый грув пошел и переходит в третью вещь хонки-тонг где начинается просто хорошем смысле слова от настоящий музыкальный наезд в руб когда все просто уже бегут вперед не успевая за звуками которые летят из их инструментов очень раскачивается все очень быстро барабаны играют фантастически быстро коллипсов фрелима следующее полотно на третьей стороне уже тоже на всю сторону абсолютно психоделический trip при этом не дурацкий психоделический который создается из каких-то звуков там пин 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 такая музыка не про что просто набрали красивых звуков наиграли что-то чего сами не знают чего а здесь конкретная фанковая такая но опять-таки не пугайтесь слова фанк ничего такого здесь того к чему привыкли масса граждан когда слышит слово фанк никаких танцулик таких нет это черный тяжелый психоделический фанк с этим самым грубым с со связкой бас-гитары с ударными такой раз раскачивающиеся завораживающие гипнотизирующие и сверху наиграно черт знает чего вообще но очень все очень все в тональности хотя дальше тут про тональности можно поговорить еще отдельно очень все музыкально очень все здорово и дико свободно потому что это в общем импровизация конечно это импровизация на заданную тему тема выдерживается абсолютно точно коротенькие мелодические фразы которые начинаются в начале все 30 минут сохраняются в разных формах они выскакивают отовсюду и это очень здорово red china blues открывающая четвертую сторону неожиданный классический блюз с губной гармошкой яростные с духовыми с пачкой духовых которые вот так врубают и импровизация на трубе импровизация всех остальных музыкантов которых здесь человек 10 играет м тюм м тюм такие названия наполовину африканские которые мне с трудом в общем удается прочитать это еще одна такая тотальная импровизация и билли престон последний номер посвящение билли престон у которого здесь нет он здесь не играет но дэвис его видимо любил абсолютно безумный фанк со сменой размеров со сменой всего со сменой мелодических историй всяких и как раз орган играет здесь вылезая из тональности периодически очень интересно неожиданно так тут куда-то мне даже это не повторить улица полна неожиданности одним словом многие критики про этот альбом говорят что он сродни сродни ранним записям дэвиса и что здесь он прощается как бы с джазом который он играл до сей пор который он играл в 60-х я не уверен что моим дэвис когда писал эти пьесы думал о том что я прощаюсь 60-ми конечно нет это все красивые фразы критиков но они же пишут что здесь дэвис сыграл весь тот джаз который умел умеет тот момент времени и который он джаз как он его видит вот как он его слышит может быть и так но в любом случае это очень хороший альбом в чем с критиками соглашусь здесь что это наиболее коммерчески звучащая запись 70-х годов милса дэвиса ну по звуку просто так получилось она несмотря на то что это двухчасовые импровизационные такие вот полотна в целом двухчасовые они очень легко воспринимаются они понятны они воздействуют напрямую на человека не нужно ничего вдумать никуда уходить все понятно все здорово miles dales get up with it все я пошел пить пока